Святой великий князь Михаил правил Тверским княжеством в начале 14 века. В 1318 году был вызван в Орду и вероломно убит монголами. В 1549 году канонизирован Русской Православной Церковью. Михаил Тверской – небесный покровитель великого князя Михаила Романова, младшего брата, император России Николая II. Инициатором строительства церкви Святого Михаила Тверского в Тбилиси выступил российский наместник на Кавказе Илларион Воронцов-Дашков. Освящение церкви в 1913 году было приурочено к празднованию трехсотлетия дома Романовых. Святая дорога к святому храму. Эти деревья, наверное, сажал еще князь Михаил. «Может быть». Отец Александр, спасибо большое, что вы согласились принять нас в храме и побеседовать с нами. Это для нас очень святое место, и мы благодарны судьбе, что находимся в этом святом месте. Спасибо, Господи, что привел вас в этот святой храм. Мы встретились и с нашей единой верой, с православием мы познакомились с друг с другом. Спасибо. Спасибо, Господи. Отец Александр, это церковь, построенная русскими. Это церковь святого Михаила, построенная в честь трехсотлетия дома Романовых. И сейчас... Стройка началась в 1911 году. И через два года мы осветили этот храм. Здесь экзархос, священнослужители грузинские, там и русские, конечно. Знаете, церковь вот здесь не так, так спонтанно. Здесь как раз была тогда империя, и там этот брат Николая II, святого Николая, Михаил, здесь жил, да, его этот святым покровителем был святой Михаил Твецкой. А сам Михаила Святого Твецкого называли там в Твере и в России, и здесь кавказским мучеником, покровителем Кавказа. Потому что его мучили монголы у берега Терека. Это Кавказ, где мучили святого царя нашего грузинского. Вот, и вот эта связь получилась, да? Да, Дмитрия II. Трагическая связь. А знаете, что Михаил Тверской впервые в российской истории, в переписке с константинопольским патриархом, был назван великим князем всея Руси. В 1549 году он стал святым по решению церкви, и с тех пор его почитают на Руси в России. И кроме того, очень интересно, что Михаил основал первый собор свято-преображенский в Твери после нашествия монгол. И вот первый храм, который был воздвигнут на Руси после нашествия монгол, был воздвигнут Михаилом Тверским, святым нашим мучеником. Дмитрий Александрович, это все святое место. Здесь каждый камушек пропитан святостью. Какое, вы считаете, самое-самое центральное место? Самое святое и самое такое, ну, главное место – это мощи святого Михаила Тверского. Вот подойдем, православные народ сюда приезжают молиться к этим мощам. Они чувствуют вот эту силу и небесное, вот, как говорится, ходатайство между нами, вот, с Богом, этой мощи святого Михаила Тверского. Так что, вот, помолимся, чтобы мир был Божий правого везде и у нас, и во всем мире. У нас есть вот еще мощи святой Анны, супруги Михаила Тверского, Анна Кашинская. Она тоже в Велике святых. Расскажите пару слов вообще об иконах, которые здесь. Вот я знаю, что иконы были и Николаем Вторым подарены, и наместником подарены, и Михаилом Романовым, да? Сам император вот прислал икону иверскую, а это была их семейная икона. Ну, знаете, что интересно, кстати, формально последний император России был Михаил. Николай Второй отрекся в пользу Михаила. А Михаил через несколько часов не принял это, но Николай Второй передал правление Михаилу. Конечно, неспорный здесь вопрос, но помазанникам все-таки был Николай Второй. Да, помазанник – это церковное таинство. Помазанник император или царь, или гурдинский, или российский, может войти прямо в этот храм. А этот храм никогда не прекращал? Вот в советское время даже закрыли наш патриархальный собор Сиони. Но вот самое интересное и приятное, что при советской власти, даже когда гоняли всех этих верующих и взрывали эти храмы, здесь всегда была служба. Не прекращался ни на неделю. Отец Александр, еще есть икона, которую подарили? Тоже император Николай Второй. Вот, подойдем к этому икону. Императора Николая Второго супругой звали Александра. Александра. Она тоже святая мученица. И вот это Александра, царица, мученица супруга Диоклетиана, который мучил святого Георгия. И покровительница жены Николая Второго. И вот этот тандем, соединяющий икону, он передал в этот храм дар. Эта церковь называлась императорским храмом. И мы желаем, чтобы вот здесь разместились все православные царицы. Вот это вы рисовали? Да, это, у меня есть эскизы. И вот они годам и по рангам идут. Вот первый святой царь православия, это Давид Ли, его сын Соломон. А это вот здесь, первый православный святой царь Грузии Мирьян и супруга его святая Нана. Это 4 век. Потом идет наш Давид и Тамара. В самом конце, правой и с левой сторонник остаться, там будет выделяться Михаил Тверской и Яна Кашинская. А вот можно такой немножко в сторону вопроса? А вот вы говорите на русском языке. Я люблю этот язык. Я люблю Пушкина, я люблю русских классиков, конечно, и грузинских обязательно. Ну, этот язык очень такой благородный язык. И самое главное – православный язык. Иногда я с моими внуками по-русски разговариваю. А внуки русские знают? Вот, не знаю. Они знают? Не знают. Я хочу, чтобы вот это и английские знали, и русские знали. А служба на старом грузинском ведет? Обязательно на старом грузинском. Даже книги, на вашем шрифтам не дозволено. Большая паства у вас? Паства у нас от 250-300 человек. Они приходят в субботу и воскресенье. Этот храм сейчас определяет вот эти жители, вот где вокруг живут эти люди. А скажите, еще такая история была, символически трагическая, что здесь проходил канатная дорога? Вот башня, видите, через вот святого алтаря наверх переходит. Там миллиметры оставались, сантиметры, можно сказать, и с этой, с вагонкой, когда переходит. Когда строили здешние, это было 1500-летие Двилиси, отец Борис Парафанов. Он предупреждал, не делайте этого, может там потом что-то дурное случится. И через много лет, я уже тогда был таким юношем. И вот она сорвалась вот здесь. А, наверное, погибли люди. И погибли люди, там, ну, дома разрушили, там, ну, в общем, было там очень такое дело. И надо было это делать. Над храмом нельзя это. Если говорить о, ну, повседневной жизни вообще, что вот вы считаете, вот, надо правильно делать для того, чтобы людей объединять вообще по жизни? Надо любить Бога, как сам он говорил, вот, со всей человеческой жизнью, и умом, и сердцем, и душой. И любить своего ближнего, как самого себя. Да. Это самое главное дело. На самом деле это и по-русски, и по-грузински наиболее важно? Наиболее важно, потому что мы же уже прожили сколько веков до нашей эры и после Христа, 21 век. Ну, что это привело? Без верии. А без верии мы увидим, что... А с верой где? Там все, ну, там все, ладно. Там нету противников, нету там никакой вражды, никакой там насилии. С верой так всегда. А без веры война, там революция, там безбожие, там и что угодно, плохое только. А с верой это все. Надо, надо трудиться. А этот труд, молитва, это тут с верой. Молитва, там, принимать святые таинства, там, открыть душу Господу и своему священнику. Все это самое, что считается грехом, это все высказать и когда обмиться, чтобы была чище душа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok